МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Матка особенно выглядит от других пчел, потому что матка чуть-чуть длинноватая выходит, не как трутень большой, она наоборот средненькая такая. И она чуть-чуть вытянутая бывает. Ну, чтобы ее найти, помечем любым цветом, каким-то красным или зеленым, чтобы яркий цвет был, и чтобы найти было его легче. Зачинатель семейного бизнеса, вице-президент Национального союза пчеловодов Казахстана Габит Нурадил. По его словам, возрождение и развитие этой отрасли в стране обеспечат не только 70-процентное повышение урожайности аграрных культур, улучшат экологию, но и будет способствовать оздоровлению всей нации. Мы были пчеловодной страной. То есть в советское время Казахстан после России, Украины, Белоруссии по производству меда занимал четвертое место. И самое главное, Казахстан экспортировал мед, и наш мед пользовался спросом. Экспортировали в Германию, экспортировали в Японию, в Корею экспортировали. И у нас были целые пчелосовхозы, были пчелоколхозы. В настоящее время в республике к пчеловодству начинает возрождаться и расти научный интерес. Динара Мустатина поставила цель написать о казахстанском меде докторскую диссертацию. В Казахстане есть все возможности для того, чтобы производить мед, экспортировать мед. Но, к сожалению, нормы ЕС, Евросоюза и наши нормы совсем другие. То есть большие различия. И для того, чтобы узнать, какой у нас именно мед, какие виды, сколько его количества, провести мониторинг меда, все это надо делать. Пчеловодство – это не только возможность получить мед и сопутствующие ему продукты, но и апитерапия, поясняет сотрудник Национального союза пчеловодов Казахстана Елена Курганова. Апитерапия – это лечение пчелами, но не значит, что это только лечение пчелами. Есть очень много продуктов пчеловодства, которые мы применяем для лечения. Ну, это сама пчела, мед, прополис, перга, пыльца, маточное молочко, трудневый расплод. Ну, называется трудневый гомогенат. Вот, лечение ульевым воздухом применяется и медовый массаж. Мед – это вообще источник красоты. Хоть в бане, хоть просто ежедневные масочки, на волосы, на тело. А массаж – это как бы и для здоровья, и для красоты. Два в одном. И, ну, уже несколько лет практикую, как бы обучилась в Украине, и здесь. Ну, отлично вообще. Видишь результаты, видишь, как людям становится после этого хорошо и приятно. Производство меда и сопутствующих ему продуктов, развитие так называемого оседлого пчеловодства в Казахстане – направление перспективное. Герои сюжета возлагают на него большие надежды. Я буду дальше развивать тему. Тему меда, тему пчеловодства. То есть это очень неизученная отрасль. Не совсем неизученная, но мало изученная, по крайней мере, на данный момент. Расширяться, потому что в этом году поставили 8 уликов у себя рядом с домом. И они вот, видимо, дело пошло, им понравились наши руки, то, что все с добром, все с душой делается. И они разроились. То есть у нас еще прибавилось 8 уликов, и так, и так. Они даже сами дают нам понять, что дело пошло, и это ваше. Ну, конечно, буду пчеловодом. Это же мой папа начал, я должен продолжить. И мой сын тоже должен продолжить до этого. Казахстан в настоящее время является членом федерации европейских пчеловодческих организаций Апиславия. Перед Национальным союзом пчеловодов стоят амбициозные цели провести международный форум этой организации на казахстанской земле. Мы просто как бы сейчас трудимся для того, чтобы в 2016 году, чтобы она стала в истории Апиславии значимым. В 2016 году должно по выборам руководства Апиславии, было бы здорово, если Казахстан возглавил Апиславию. Продолжение следует...